А из общего количества зараженных COVID-19 в нашей стране 120 медицинские работники. При том, 70 инфицированных врачей оказывали помощь людям с подозрением на коронавирус. Такие данные сегодня опубликовала главный санитарный врач Айжан Исмагомбетова. Состояние одного врача тяжелое. Состояние девяти медиков оценивается как средней степени тяжести. А вот у остальных 57 пациентов легкая форма заболевания. Айжан Исмагомбетова сообщила, что в Нур-Султане и Алматы снизились темпы заражения инфекцией. Этому способствовало введение жесткого карантина. Тем временем более активно коронавирус распространяется в Карагандинской, Казлардинской, Туркистанской и Атараусской областях. В этих регионах уже возникла острая необходимость введения строгих ограничительных мер, добавила Исмагомбетова. 85% случаев приходится на легкое и бессимптомное течение. 11,5% случаев расценивается как средней степени тяжести. У 16 пациентов сегодня состояние оценивается как тяжелое. Это в Алматы, в Нур-Султане, в Шемкенте, в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Айжан Исмагомбетова также добавила, что на сегодня установлены порядка 17 тысяч контактных лиц, из которых более 10 тысяч находятся на домашнем карантине. На этом фоне Казахстан закупил дополнительно 96 тысяч тестов. Экспресс-анализы будут проводить в Нур-Султане и Алматы. Планируется проверять на коронавирус до тысячи человек в сутки, но только отдельные категории. Это медицинские работники скорой помощи. Негоспитализированы больные с признаками остро-респираторной вирусной инфекции. Лица, которые являлись потенциальными контактами с больными коронавирусной инфекцией. А также, как я уже говорила, лица, въезжающие на территорию Республики Казахстан в местах пропуска через автопереходы и железнодорожный транспорт. И сотрудники местных исполнительных органов и государственных органов, которые непосредственно задействованы в вопросах ликвидации чрезвычайного положения, связанного с регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране.